вот зашли на объект это уже вторичка будет здесь декоративная штукатурка здесь первый слой краски уже лежит это нас вход на кухню будут натяжные потолки плитка лежит на заслана зала будет у нас венецианская штукатурка в кракелюре на кухня мармарин под трафарет вот уже две боковые стенки прокрашены первый слой осталось окно здесь у нас шкаф спальня будет выполнена декоративной штукатуркой лава еще тогда изголовье кровати будет соответственно детская тоже детская будет выполнена три стены вот эти декоративной штукатурки лава в белом цвете а это зона телевизора будет выполнена из мармарин макси под трафарет кирпич приступили покраски стен под кракелюр стены были предварительно погрунтованы грунтовкой глубокой пропитки полностью высохла сейчас как бы для лучшей альгизии под кракелюр прокатываем стены краской инер латекс базовой хорошо прокатываем весь объем прокатываем и ждем полного высыхания дальше будем наносить саму венецию а когда наша краска полностью подсохла а это непосредственно где-то часов 8 прошло у нас приступаем к нанесению венецианской штукатурки венединспуц у нас идет она слегка затонированная в цвет 916 берем шпатель натюбной холодилку и с небольшими такими наплывами формируем наш рисунок чем толще слой либо больше наплыв будет тем шире он будет разрезаться под воздействием фена это одна из техник нанесения кракелюра также можно еще использовать специальный лак кракелю для растрескивания штукатурок но на данном объекте заказчики выбрали данный образец здесь вот уже видно прошли феном подсушили трещины уже пошли и далее будем вскрывать еще воском а вот мы добавим перламутр серебро когда наша венецианская штукатурка уже полностью высохла приступаем к нанесению такого вот воска в который мы добавили перламутровый металлик серебро вот так на два с половиной литра воска мы добавили 400 грамм серебра хорошенько перемешали взяли макловицу хорошенько ее макнули воск и приступаем к нанесению воска равномерно размазываем по поверхности дабы воск серебром зашел во все поры и подчеркнул наш рельеф также теперь снимаем резиновым шпательком излишки воска дабы его равномерно распределить получаем вот такой вот результат воск заходит рельеф и хорошо оттеняет фактуру шпательком излишки окажет